Приветствую вас, мои дорогие друзья, гости, коллекционеры, нумизматы у нас сегодня на обзоре, представляю вашему вниманию, следующую серию монеток, что же мне попалось при разборе 300 иностранных монет. Так, ну и начнем побыстричку, сегодня у нас все монетки разные, разных стран, первая это у нас Индия, британская Индия, монетка такая довольно-таки старенькая, вот, и на Индия, так, одна двенадцатая, даже не одна вторая, как идет царских, а одна двенадцатая, Анни, Анны даже, Анны, 1925 года. Монетка трошки подуставшая, но, в принципе, вполне читаемо, все видно, в принципе, вполне в неплохом состоянии. Здесь у нас изображен Георгий Пятый, вот, монетка, конечно, немножко подуставшая, но все равно интересная, тем более старые года. Материал у нас бронзовый, каталожная цена у нас 51 гривня, даже чуть-чуть выше. Ну вот, следующая наша монетка, тоже такая довольно интересная, но не сильно дорогая. Это у нас Колумбия, 10 центава, 1956 года, республика де Колумбия. Вот, город ребристый, здесь у нас такой изображен Индеец, центава, диаз. Медный никельный сплав, республика Колумбия, колумбия, республика Колумбия, 1956 года. Каталожная цена, 12 гривен. Следующая наша монетка, тоже такая довольно интересненькая, встречается, как мне первый раз. Это у нас 20К25 Кобо, 1991 года, страна Нигерия. Цена на гурт у нас ребристый, здесь у нас Федерал Республик Окнингерия, 1991 год. Какая-то красивая монетка, с таким изображением герба. Сталь с медленным покрытием, каталожная цена, чуть выше 14 гривен. Еще одна такая, вот, нестандартная по размеру монетка, не размеровая по такому канту, вот, 12-угольная форма, вот, тоже такое изображение рыбы. Это у нас страна Танзания, 5 Сенди, 1976 года. Материал у нас монетки бронзы, вот, здесь у нас Танзания, такая вот, красивая. Раис вас, Кванза, наверное. Вот такая вот монетка, танзанская, каталожная цена, почти 30 гривен. Довольно тоже такие сегодня монетки у нас на обзоре более интересные, более стоящие. Вот так, следующая у нас монетка, это у нас Западная Африка. 50 франков, 72-й, вот, такая вот интересная монетка. Медный никел из Плау. Горд у нас ребристый. Тут вот такое изображение. Вот, я думаю, что это изображение маски. Такая вот неплохая монетка, каталожная цена, 11 гривен. Следующая наша монетка, тоже такая вот симпатичная, с ображением краба. Это у нас Мальта, 5 центов, 1991 года. Тоже вот такая вот, вот, круглая, но с таким вот интересным надводом. 1991 год, Мальта. Цена каталожная, выше 9 гривен. Следующая наша монетка, это у нас Ямайка. 1 доллар, 2012 года. Довольно монетка такая свеженькая. Интересная для коллекционера. 1 доллар, 2012 года. Ямайка, каталожная цена, почти 11 гривен. Сталь с медным никелевым. Вот, покрытием. Так, следующая у нас более такая, уже распространенная. Это Хорватия, 20 лип. Вот, 2007 года, каталожная цена монетки, 8 гривен. Что у нас это, стойки-то тут, а, 2007 год. Где-то, я думал, 2002-2007 год. Вот, стали с никелем покрытием. Тоже такая следующая интересная монетка. Это у нас 1 Драхма. 1971 год. Год пишется не здесь, он пишется вот здесь вот сзади. 1971 год. Вот у нас Греция. Каталожная цена, выше 12 гривен. Тоже такая довольно интересненькая, симпатичная монета. Я думаю, будет интересно для коллекционеров в своей коллекции. Так, следующая монетка, прям менее ценная. Это у нас 5 центов, 2003 года, Сингапур. Каталожная цена выше 3 гривен. Почти 4. Так, следующая монетка. Это у нас Люксембург. 1 франк. 1990 год. Морт гладкий. Изображение вот такого вот лица. Чен. Гану. Вот, монетка, трошки, конечно, такая вот подуставшенькая. Но ничего, можно немножко почистить. И будет хорошим пополнением коллекции. Цена 4 гривен. Ну и далее у нас пошли менее такие интересные монетки. Но все же попались. Так что, представляю вашему вниманию. Румуния, 10 бани, 2015 года, сталь с никелем покрытием. Вот, монетка, каталожная цена выше 3 гривен. Следующая у нас Молдова, 25 бани, 93 год. Вот, алюминий. Каталожная цена 4 гривня. Следующая наша монетка, это 5 бани, 2002 года. Тоже монетка не сильно таки дорогая. Стоимость 2 гривни. Ну, попалась, показываю, представляю вашему вниманию. Так, следующая у нас уже Польша, соседи. Вот. Польша 20 грошей, 1923 год. Вот. Эта монетка у нас магнитный, никель. Вот, 2003 год, магнитится. Вот у нас здесь. У меня здесь телефон, здесь магнит. Видите, прилипло, все магнитится. Каталожная цена такой монеты, 10 гривен. Один грош. В принципе, ничем не такая неинтересная, но показывает. 2011 год, 1 гривня. 20 грошей. 2002 год. Как ни странно, цена на эту монету по каталогу, вот, почти 4 гривня. Так, ну и напоследок у нас, у нас уже пошла Германия. Один фенинг, 1950 год. Метка монетного двора, Джей. Гамбург. Каталожная цена, почти 3 гривня. 1950 год. Довольно-таки старенькая. То есть, начало. Первый из выпусков монет. То есть, следующий у нас один фенинг. 1980 год. Более такая современная. Тоже метка монетного двора, Джей. То есть, значит, Гамбург. Цена уже почти 3 гривня. И последняя монетка на сегодня. Это у нас 10 фенингов. Тоже Германия. Вот. Эмблема Джей. Метка монетного двора, Джей. Это, значит, у нас Карлус Руэ. 10 фенингов, 1950 года. Каталожная цена выше 5 гривен. Ну что ж, на этом мы закончим сегодня наш. Такой быстренький пробег по монеткам. Что же мне попалось. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто не поставил лайки. Ставьте, пожалуйста. Вот. До новых встреч. Ссылочка, где будут выставлены эти монеты, в описании. Группа в Фейсбуке. Всем пока. До новых встреч.